Сегодня сотрудники ДПС ловили хамов на волгоградских дорогах. В рамках рейда «Маяк» инспекторы останавливали машины, водители которых не уступали дорогу спецавтотранспорту. Что в свое оправдание говорили нарушители и чем может обернуться пренебрежение элементарными правилами дорожного движения, узнал Дмитрий Сераштанов. Рейд «Маяк» начался в Волгограде рано утром. Поток автомобилей в это время большой. Люди спешат на работу, но при этом, по мнению инспекторов ДПС, они все равно должны быть вежливы. Вот автомобиль с включенными спецсигналами движется по проспекту Жуково. За несколько метров до машины ДПС начинает разворачиваться красная иномарка. Столкновение удается избежать. Опасного водителя останавливают инспекторы. Вы не пропустили. Ну если я не могла, я разворачивалась, заканчивала мобильник. Вы должны убедиться, посмотреть. Я убедилась. А вот что вы увидели. А это уже шоссе авиаторов. Вот за этой легковушкой автомобиль ДПС с включенными спецсигналами движется продолжительное время. Водитель никак не реагирует на звук сирены и проблесковые маячки. Инспекторы принимают решение остановить нарушителя. Мы должны были немедленно принять возможность. Вот я начал освобождать сразу вправо. Зеркало увидел, услышал, начал освобождать. Вы не смотрите, значит, по зеркалам. Мы уже давно за вами не едем. Вот сейчас, буквально сзади, когда я вас увидел, освободил сразу. Берегите к паспорту, пожалуйста. Кареты скорой помощи, автомобили пожарных, спасателей и полицейских. Транспорт, который имеет особый статус на дороге, напоминают водителям инспекторы. Малейшее промедление в некоторых ситуациях может стоить кому-то жизни. Данная акция была направлена на то, чтобы повысить внимание водителей в данной ситуации. Многие водители соблюдают, но, к сожалению, еще не все. Напоминаем водителям, что за это предусмотрен административный штраф, либо лишение водительского удостоверения. Ежедневно рейд «Маяк» выявляет десятки нарушителей. Но, по словам инспекторов ДПС, с каждым годом число вежливых водителей, которые уступают дорогу спецавтотранспорту, становится все-таки больше.